Библейский портал экзегет.ру представляет И мы с вами рассматриваем восьмую главу. Видели, что в седьмой главе было сказано о том, что Господь навел потоп на всю землю. Вся земля была опустошена водами потопа и лишилась жизни всякая плоть. Все, что имело дыхание духа, жизнью умерло, истребилось всякое существо, которое было на земле. И те, кто вошел в ковчег, те спаслись. Как мы с вами говорили, что ковчег — это прообраз церкви. Здесь можно сказать так, что вне церкви нет спасения. Глава восьмая сказана о том, что «И вспомнил Бог о Ное и о всех зверях, и о всех скотах, бывшие с ним в ковчеге, и навел Бог ветер на землю, и воды остановились». Снова мы встречаем здесь этот антропоморфизм, о котором я говорил, что раньше было сказано «покаялся Господь». В некоторых текстах Ветхого Завета сказано о том, что у Бога есть руки, ноги. Это все лишь для того, используются эти слова, для нашего человеческого понимания. Здесь также мы видим, что сказано «вспомнил». Конечно, Бог никогда не забывает и не забывал о человеке, ибо Он Господь вездесущий, всезнающий, всемогущий. Но опять это же говорится для нас, чтобы мы могли так воспринять, что вот закончилось время потопа. И теперь, как сказано, закрылись источники бездны и окна небесные, и перестал дождь с неба. Дело в том, что когда были воды потопа, то потоп был не только с неба, как мы видим, что и бездны. Здесь закрылись и источники, то есть вода шла и из-под земли, те реки, которые озера есть под землей, и с неба. Поэтому было такое быстрое затопление всего лица земли. И теперь вода начинает постепенно убывать, как об этом будет говориться в 8 главе, и стекать снова в моря. Я говорил вам о том, что мы скажем о климате, еще раз скажу, что во время потопа, как говорят исследователи Священного Писания, что мы ясно видим, что климат на земле изменился. Если мы с вами ранее читали, что об этом сказано во 2 главе книги Бытия, в 6 стихе, «Но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли». Теперь вот 8 главу мы с вами рассмотрим, и в конце этой 8 главе будет сказано, что «Впредь во все дни земли сеяние жатва, холод и зной, лето и зима». То есть изменился климат. Бог по своей воле сдвинул ось земли на 23,5 градуса. Поэтому образовались полюса, и теперь уже началось движение материков, о котором мы с вами говорили. То есть произошел разлом земной коры. Сначала Господь сотворил, как сказано, небо и землю. Земля была, и вода, воды океана, и морей, и каких-то рек омывали землю. Это был единый целый материк. После потопа, снова повторю, земля Богом была сдвинута ее ось на 23,5 по отношению к Солнцу градуса, и климат изменился, началось движение материков, образовались полюса. Поэтому, снова повторю, мы часто встречаем в вечной мерзлоте очень много фрагментов жизни, которые было раньше до потопа и до изменения климата на Земле. Я говорил про этого мамонта и другие останки, которые животных есть в этой вечной мерзлоте, в Антарктиде, на Северном полюсе. И мы читаем с вами далее, да, что и остановился ковчег в седьмом, четвертый стих, в седьмом месяце, в семнадцатый день месяца, на горах Араратских. Вода постоянно убывала до десятого месяца, и первый день десятого месяца показались вершины гор. По прошедшей сорока дней Ной открыл сделанное ему окно ковчега и выпустил ворона, который, вылетев, отлетал и прилетал, пока осушалась земля от воды. Вот этот ворон, который улетал и прилетал, очень интересное замечание по этому поводу делает блаженный Августин. Он говорит, что ворон, тот, который улетал и прилетал, это как непостоянный христианин, который то ходит в церковь, то не ходит, то ему там хочется полежать на диване, то в воскресный день он почему-то думает, сходить ли ему на футбол. Нормальный православный христианин никогда не будет думать о том, как ему провести воскресный день. Он знает очень хорошо, что шесть дней работы, а день седьмой Господу Богу Твоему. То есть, что воскресный день он всецело должен был быть посвящен Богу. Я уже не говорю о том, как мы с вами читали ранее, 365 дней в году, как ено ходил пред Богом, но хотя бы приучить себя каждому, а уж не говоря о православном миссионере. Православный миссионер, тот, который особенно проповедует Слово Божие людям внешним, не имеет права пропускать воскресные богослужения и праздничные церковные дни. Ну, только по крайней какой-то болезни или неизвестно, что может с человеком произойти. Потому как миссионер без молитвы — это агитатор, и очень опасно впасть в это состояние. Как говорит Господь, как бы нам проповедовать Слово Божие через апостола Павла, самим не остаться без Христа. Поэтому здесь он предупреждает... Да, я хотел зачитать вот это интересное высказывание блаженного Агустина по поводу этого непостоянного человека, который здесь собой символизирует этот ворон, улетающий, прилетающий, как мы говорили, ковчег — это прообраз церкви. Вот что пишет блаженный Августин, цитата. «Неизвестно, — говорит он, — когда придет самый последний час, а ты говоришь, — я исправлюсь. Когда ты исправишься, — когда переменишься. Завтра, — отвечаешь ты, — завтра. И всякий раз говоришь, — завтра, завтра, завтра. Ты превратился в ворона. А я говорю тебе, — когда ты каркаешь по вороне, — завтра, завтра ждет тебя погибель. Ведь тот ворон, голосу которого ты подражаешь, вылетел из ковчега и не вернулся. Ты же, брат, вернись в церковь, которую означал тот ковчег». Конец цитаты. Удивительные слова блаженного Агустина, которые показывают наше непостоянство в Боге. И он призывом своим вернись, — говорит, — в церковь, которую означал тот ковчег. Не будем подражать, братья и сестры, этому ворону в своем непостоянстве. То улетал, то прилетал. И мы читаем с вами далее. Восьмой стих. «Потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли. Но голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился к нему в ковчег. Ибо вода была еще на поверхности всей земли». Опять подчеркиваю, это понятие «всей земли». «И он простил руку свою и взял его и принял к себе в ковчег. И помедлил еще семь дней других, и опять выпустил голубя из ковчега. Голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот свежий мысленичный лист во рту у него. Иной узнал, что вода сошла с земли. Он помедлил еще семь дней других и выпустил голубя, и он уже не возвратился к нему». Что означает собой этот голубь, который возвратился с мысленичной веткой? Конечно же, если мы говорим с вами, что ковчег — это прообраз церкви, а голубь — это образ Святого Духа, мысленичный. Ветвь — это то самое мира, которым мы с вами, православные христиане, мазаны. Как есть такая хорошая пословица при Святом Крещении, если такая хорошая пословица, мы с вами одним миром мазаны. Вот этим миром, то есть миром святым, благодатью и печатью дара Духа Святаго, при Святом Крещении, после воды, после крещения водного, мы теперь помазуемся в таинстве крещения благодать Святого Духа. Так и здесь мы видим, что закончился водный потоп. Церковь и ковчег, как прообраз церкви, остал все, кто был в нем живых. Теперь они нуждаются в этом помазании. Вот прообраз потопа — это, в общем-то, прообраз нашего крещения. Все, кто не вошел, тот умер, кто вошел в церковь, тот остался в живых для Царствия Божия и нуждается в печати дара Духа Святаго. Далее, вот интересно еще заметить, что наверняка в советских школах мы с вами видели, и вы это видели, да и сейчас, может быть, где-то есть. Ну, помню, когда я учился, то часто в фойе был огромный такой шар земной. Там редко были материки, иногда наносились, но в основном это параллели и меридианы. Но и всегда такой сверху был еще голубь с этой масляничной веткой, и было написано «Миру мир». Так вот, для того, чтобы мы теперь знаем и понимаем, откуда взят этот образ, действительно, этот образ взят из книги Священного Писания и истории, которая рассказывает нам здесь о потопе и о ковчеге, когда голубь сошел с масляничной веткой. Мы читаем с вами далее, что 601 года жизни Ноева к первому дню первого месяца иссякла вода на земле и открыл Ноев кровлю ковчега, и посмотрел, и вот обсохла поверхность земли, и во втором месяце, в 27 дню месяца, земля высохла. И сказал Бог Ною, выйди из ковчега ты, и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою, выведи с тобой всех животных, и так далее. И вышел Ною, 18 стих, и сыновья его, жена его, жены сынов его с ним, все звери, гады. И, 20 стих, устроил Ною жертвенник Господу, и снял из всякого чистого скота и птиц. Жертвенник в Священном Писании, мы будем с вами в дальнейшем это видеть, это всегда образ молитвы. Мы знаем стих псалмопевца Давида, который так и говорит, что для нас теперь это сердце сокрушено и смиренно, Бог не уничижит. Что делает Ной? Ной, по сути, заказывает, или сам он, как священник, это для нас, мы заказываем, благодарственный молебен. То есть Ной благодарит Бога за то, что он остался в живых. Я тут недавно совсем заходил в церковную лавку, лавку в храме, где я являюсь штатным миссионером, храм преображения Господня в Старом Беляеве, и спросил у человека, который всегда бывает за ящиком, у женщины, как часто люди заказывают просительные молебны и благодарственные. Меня не удивило, что, она говорит, Андрей Иванович, процентов на 80 просительные молебны, и 20 процентов иногда благодарственные. Действительно, и в своей жизни мы часто вот утренние молитвы мы исполним, а вечерние правила иногда бывает так, чтобы поблагодарить Бога за прожитый день. Ну, я и так устал, я и так был на службах, и сегодня и преподавал, и читал, и видео лекции на экзегет.ру уже просмотрел. Ну, уже не могу, весь уставший, в лучшем случае, вруцствуй, Господи Иисусе Христе Божий, мы предаем Дух мой, ты же благослови, ты ему помил и живет вечно дару, аминь. Но и не поступает так. Он просит Бога, мы видим, что он был праведный в роде своем, и он благодарит Бога. Не будем, братья и сестры, забывать и благодарить Бога за каждый прожитый нами день, а не только просить, да, вот, Господи, в этот день. Без греха сохранитесь и нам. И мы видим, что здесь сказано о том, что я обонял Господь приятное благоухание, то есть это говорится про образ молитвы, и сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человеков, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Здесь, в истории о потопе, дается ответ всем людям, которые часто спрашивают, почему, если Бог во всемогущий, всезнающий, всеведущий, он не придет в этот мир и не наведет порядок. Надо сказать, что вот эта история как раз дает ответ на этот вопрос. Приходил Бог, наводил порядок, все, он уничтожал, что было на поверхности земли, выжил, казалось бы, только праведник и его праведная семья, но Господь говорит, что грех лежит глубоко в человеческой природе, глубоко в душе человека, в его разуме, в его чувствах, в его воле. Это нуждается в очищении. Поэтому здесь ответ очевиден. Мы видим, что с точки зрения силы и внешними только факторами невозможно исправить человека. Ни в каких путях, ни в экономике нам часто говорят, сейчас мы тут подкрутим, подвертим, и все тут у нас пойдет, и будет царствие Божие на земле, всеобщая справедливость. Это не так. Человек нуждается в исправлении своего внутреннего состояния. То есть в состояние, которое ему необходимо себе привести, в состояние покаяния, в состояние обращения к Богу, обращения к его заповедям, жизни по Богу, по его заповедям. Поэтому мы видим, что, как и здесь сказано, что Господь говорит, не буду больше поражать человека, потому что зло его лежит в сердце, от юности его. И далее мы с вами читаем, «Впредь во все дни земли сияния и жатвы, холод и зной, то, что и лето и зима». То есть климат на земле переменился, и теперь уже тот климат, который мы, примерно, наблюдаем сегодня. Нет уже того допотопного климата, такого парникового периода, о котором было сказано еще в книге «Бытия», 2 глава, 6 стих, что и пар обращал всю землю, и люди не знают, что такое дождь до потопа. Теперь мы видим, что все в корне изменилось, люди живут в этом мире, в этих условиях. И, как мы с вами прочитали всю 8 главу, что спаслись только те, кто находились в ковчеге, которые, как мы говорим, и есть прообраз церкви.